друзья всем привет с вами снова я меня зовут андрей это канал булгаков play продолжаем проходить ассасин крит вальхава и сегодня мы пойдем дальше по членам ордена я немножко посмотрел подсмотрел у нас осталось их там не так много трое что ли отправляемся мы сегодня в линкольншир что там с линкольнширом недавно к нам прибыл дерзкий человек по имени хочет поговорить с тобой сказал что дело очень важное где он сейчас на причале пьянствует с моими людьми распугивает рыбу ему не терпится с тобой встретиться ну давай с ним нам в любом случае заключим с ними союз как мило что же пойду прямо сейчас береги уши хорошо буду ли сигурд здорово тук что прям от тебя отошел пойдем на причал сразу 2 все хорошо все горит прекрасно и замечательно у нас остается я только что смотрел из башки вылетел до трое осталось остался посох лира и отец трое наконец получим плащик тора я ради ради плащика все делаю заморочено конечно но ладно уже почти совсем немножко чуть-чуть осталось 2 может вас это удивит но наша беседа вдохновила меня на стихи позволишь их прочесть валяй птенчик порази меня попытаюсь внемлите о да алчущему пламени кто это еще один скальт я что ты какой из меня скальт нет я скромный тен любящий стихосложения всего лишь дилетант похоже ну давай могу продолжать я пришел сюда не стихи слушай говори что нужно или пей да конечно я хотел встретиться с эйвором великим воителем из этого клана если мне позволит но я он и есть ты говоришь с ним как тебя зовут богом клянусь день лишь начался а мне уже повезло я хунвальд преданный сын хунт биорта элдермена линкольншира да исцелит его господь видишь ли отец болен дурные люди пользуются тем что он не может мыслить ясно если верить слухам это могущественный тайный орден месяц назад мерсийские войны и вышвырнули меня его единственного сына из дома за что не знаю только сам отец никогда бы не приказал изгнать меня путь человека отвергнутого семьей труден вы могли бы помочь мне вернуться в линкольн может быть вместе войдем в город и вы устроите мне встречу с моим благородным отцом я мы можем тебе помочь если получим что-то взамен ты беспокоишься об отцей или о том что станет чтобы стать элдерманом к чему нам нужен больной элдерман так ты знаешь больной вот она и готовы помочь но хотим получить кое-что взамен союз между нашим родом и твоим договорились несмотря на недавние войны мой отец хороший друг данов печален твой сказ хунвальд из линкольншира сын лишенной отцовской защиты жаждет отстоять свою честь на что ты пойдешь ради этого прольешь ли кровь само собой правда за нами и я брошусь в самую гущу сражения чтобы защитить отца ладно а вы чё там кружки поднимает что уж хорошо сейчас я нужен своим людям но позже мы вместе найдем твоего отца и восстановим справедливость каким людям будем пытаться прорвать стену щитов но опасности не миновать дай слово что будешь выполнять мои приказы сделаю все что скажешь ну раз такое дело я буду ждать в убежище в ботальфстоне на северо-востоке оттуда мы отправимся в линкольн до свидания птенчик удачи храни вас всех господь давай все суда заходит как себя домой боюсь я приведу мальчика на его собственную казнь песнь ахунвальда хорошо далече 2600 мы можем туда переместиться он ждет вас в ботальфоне деревне на северо-востоке нашел а перемещал кто меня нет туда ну давай вот отсюда и туда тогда доска чем что так так все сложно то его типа туда не пускают поэтому мы за 39 земель встречаемся можно было и поближе какую деревню найти я не по сюжету накинука и капюшон до накинка пацаны вы не обращайте внимание тут так проездом конец конец на так давай в другой раз но вот вроде этого а то есть мы уже по этой территории шныряем туда туда им судым хорошо вроде в этой арке как раз должен быть посох этот не знаю кто он что там народ побольше увидим заодно и у и прыгай теперь подым с коней заодно и посмотрим тут видно что орден почему-то загорелся посох ну и вот какой-то вещение к суде по кресту что посох был изгнан из какой-то то из какого-то тайна общества ладно и я надеюсь предпоследний чувак будет не по сюжетному уже заданию а когда добьем посоха но это опять же таки мои только догадки и надежды не придется опять целую арку с этими союзами проходить а то уже если честно под надоел но мне опять же таки кажется что мы приближаемся потихоньку к концу это уже чуть ли не 50 серия наверное если не ошибаюсь 49 и ничего не путаю вот лети же сегодня и по идее и по идее по идее нам суда куда-то и по идее когда мы убьем всех членов ордена соответственно чё тут еще делать играешь про ассасинов про войну про их наверно будет заканчиваться но еще будет сто пудов терки разборки с этим и гордом покажи что там впереди нам вот в это здание и надо волк да убить есть убежище хумарда нет братан с тобой не буду пить но завтра вновь опять пьет печень не треснет присаживайся нам бы хлеба или я говорил с эльфгаром о своем щекотливом положении лорд он знатный человек и один из надежных тенов линкольншира надежная как кружка которую тяжело опрокинуть до эльфгар поклялся в верности моему роду роду яростного лебедя я снова лебедя с его влиянием и твоей силой мы сможем избавить линкольншир от негодяев раз и навсегда ты погромче кричи мы ищем твоего отца хунвальд и все верно эйвор и скоро найдем ты ось в моем колесе из кровохапки хвороста третий вопрос хунвальд я не знаю твоего друга я не могу ему доверять я его голос разума эйвор и я устал твердить что линкольн шире хунвальду грозит опасность слушай я здесь чтобы отвести тебя к отцу идем или я ухожу да в линкольн идем но осторожно на дороге полно разбойников жаждущих убить меня глупый кусок сало один единственный дан не защитит тебя от войска мерсии ты ошибаешься эльфгар сейчас сам поймешь я не прочь подраться шавка дай повод и я разобью твою варварскую рожу что такое кровавый орел чего кровавый орел прекрасная птица из твоих потрохов я рассеку тебе ребра а потом вытащу легкие расправлю как крылья улетишь в свой рай быстрее некуда гнусный тикарь на все с ними драться неохота как ты хитер невероятно тетер словно наблюдаешь за капитаном что ведет корабль по бурной реки но у меня вообще-то харин прокачан я схожу по мочу сейвор после мы отправимся на поиски приключений ох поход делал он какой-то идиот спутника открыта охота со мной все обойдется наверно если записать все предостережения сделанные мной этой бестолочи получится целая кипа книг эльфгар первый ворчун линкольн шира чего письку тебя отрезали он должен был быть здесь куда он подевался хунвальд в беде куда он тебя поразил без смысле а мне еще одна стрела только осталось ров браки с деревянным считаем такие себе здорово а ты чё лежишь вставай у тебя убили уже я жив я выжил господь милосердный ты ранен невероятно под эльстонскую битву будут помнить долгие годы эльфгар первая победа за нами короче он кончил как ты кажется цел но нужно поскорее добраться до линкольна да да верно пора в путь давай это на одной лошади поскачу меня сына почтенного элдермена да кто угодно полагая что знатное происхождение что-то значит для местных керлов до сервов зачем порочить мое дом гляди там суда можно отсюда доплыть в линкольн ты мне что тебе сообщили прежде чем изгнать какой-то вздор меня разбудили крики кто-то схватил меня и сказал что я опасен для отца глупости меня скованного и завязанными глазами отвезли к реке уолш и там я услышал в линкольн шире тебя ждет смерть смысле опасен якобы я только и жду смерти отца и мечтаю о наследстве будь честен хунвальд я не смогу помочь не зная всей правды ты не держишь на отца зла нет что ты думаю приказ изгнать меня отдал кто-то выше него вышиваться на бургред распорядился прежде чем его свергли сомневаюсь бургред воевал с данными до конца у него были дела поважнее может и так он слишком сдержан значит тогда король альфред король уэссекса возможно это совсем другое королевство да ну альфред ненавидит дано всей душой он мог узнать что я влюблен в одной из них уж поговорили знали мы одного который любил так что с вами драться на девушка из данных источник моей печали пацаны внимание обращать я надеюсь тут начнется кат-сцен какая-нибудь да 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 сейчас рассыпемся подожди и вас не должны узнать мне бы стрела то одна стрела такая себе стар вас не должны узнать ничего не веришь да не этого тупой добей его пацан по идее все один метр а все нормально ну вот слава богу ты жив из кто отец твой да дорогой регенхерри они цел и невредим скажи моему отцу что я вернулся и готов к бою нам нужно поговорить мне жаль мой господин но его забрали то что когда уже давно когда его забрали он был совсем плох это все что я знаю кто его увел стража или служители церкви среди них были и те и другие еще целительница частые гости в этом доме гальвина одна из монахин которым доверял отец славно что у него еще есть здесь друзья среди них епископ херифрид его можно найти в ратуше он следит за порядком пока отсутствует твой отец в ратуши нас ждут неприятности ты имеешь ввиду стражу до их стало намного больше с тех пор как элдермен заболел ясно проникнем туда незаметно но это вряд ли как пойдет пока я не про глядываю цепочку кто этот человек нужно быть осторожнее так а ну-ка давай посмотрим тут такую интересную историю просто рассказывает посох какой-то монах все поняли лира этого мы еще пока не знаем мы похож на короля так монах толстый монах тихо 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 не обращать не мы это умеешь лазить пастианом пацан и кудым чего короче он не умеет лазить по стенам я сделал такой вывод да не то извини на разведая местность ты где пошли блять придется через дверь проходить какие у нас все вариант тут залезешь а здесь был вообще шикарно блять и серьезно прям вот вообще никак сволочь исчезает для обиделся что я здесь и и где тут проход пойдем вниз пусть и спустит сможешь оля вот этот но в стреле пойдем там что ли попробуем пройти яху так заткнись ты подорок понятно почему тебя туда выгнали пошли видимо хотят чтобы я все-таки на охрану на какую-нибудь нарвался и подрался с ними становится сыро боюсь небо скоро затянет давай пьяницу возьмем с собой хочешь меда как бы его как тебя натравить то на них кажется мед закончился но неужели по стелсу прошли прикинь это прикинь хотел оружие перезарядить на r нажимая ничего не работает вот он тем его нашли давай убьем лорд хунвальд ты должен был предупредить что возвращаешься дабы избежать насилия никто никого не убил все думали что я мертв хуже чем мертв мой долг сообщить что по слухам ты ушел на север жить в грехе с какой-то жалкой датской крестьянкой я не терплю оскорблений и слухов мы пришли поговорить с хунт биортом вот и все боюсь лорд хундберт покинул нас он не сказал куда идет но наверняка скоро вернется когда утихнет буря так он хочешь этим сказать буря он боялся за свою жизнь хунвальд он болен слаб и не смог бы защитить себя по крайней мере от дано как ты смеешь эйвору можно доверять встань на мое место хунвальд сперва ты пропадаешь а затем возвращаешься с викингом и требуешь встречи с отцом не похоже что намерение у тебя благие так он просил меня защитить его не убивать по приказу будь у меня дурные намерения ты давно бы был бы мертв это касается только мальчика его отца вас не касается зачем мы пришли сюда это дело мальчика и его отца вот именно все дела мальчика касаются нас он сын нашего элдерман заткнись я вырастила тебя учил описанию качала на коле и что дальше если я говорю что не знаю где твой отец и почему он больной ушел неведомо куда значит я не знаю идем аббатиса оставим мальчика наедине с его мыслями нам больше нечего ему рассказать смысле нечего ему рассказать я пойду подслушиваю себя мой мальчик будь здесь в этих стенах безопасно я осмотрюсь может узнаю что-нибудь о твоем отце был но я не уверен что безопасно хоть недолго был в богадельне монахини там могут что-то знать расспроси их если сможешь выясни все без тебя мне явно будет попроще походить возвращение домой а ну-ка той вы давно видели алдомена бесите будьте вам еще тут приказывать так навыки качнули все хорошо кодекс задания по заданию хорошо пойдем 140 метров а вы будете идти на самом деле вот здесь это реализовано как то бога первых частях это было как должное то есть с монахами сливаешься пробираешься куда-то незаметно здесь монахи идут католической церкви и викинг блять и да и охранники пиздец тупые слепые не заметили среди монахов викинга ну да ладно понятно вы бля я спасет хунвальда восстанавливал здесь силы не так давно кто-то мог видеть как он ушел хорошо но здесь по идее охрана не должно быть здорово ты чем знаешь знаешь где сейчас элдерман мне есть что рассказать но не здесь не при всех следуй за пойдем вставай и пойдем давай чуть не так их всех убивать хочется пиздец малинки соберу ну-ка ты меня ведешь к охране да сейчас закричит стража ну попал говори довольно что ты знаешь об элдермане а я многое о нем знаю как часто ему меняют постель чем он любит угощаться знаю что он ненавидит лечиться пиявками и так далее но где же он сейчас где понятия не имею это хотел узнать забудь хоть охрана не позвала ладно тут еще есть народ давай поговорим вот тобой ты старшая монахиня ничего себе и мне весьма не по душе что ты явился сюда с оружием здесь богадельня они военный лагерь понятно мало того что на меня пялиться эти болваны с оружием еще и ты вам с подопечными ничто не угрожает я просто ищу элдермена скажи я хоть слова и лишусь головы а тогда и все эти несчастные последуют за мной в могилу элдерман поддержит вас чем скорее я найду его тем скорее стражники покинут богадельню надеюсь на это говори где на все наши старания лорду становилось хуже я была против но стражники забрали его я слышала как они говорили о банях в линкольне нет исправных бань значит речь шла о руинах что к югу отсюда у восточной стены руины к югу ясно я схожу туда молю найди его ему нужен целитель хорошо спасибо об стрелу допрыгнешь тихо не обращай на меня внимание как я аккуратно на него напрыгнул откуда хотел там дверь за заколочена на ну нарядись это вот это давай сюда залезем так кто-то разговор они нас боятся знают что мы не пальцем деланы запомни господь карает тех кто желает зла тем нужен кому желает а прости я задумался ни хера себе в почку натыкал ножом ой стрел еще есть хорошо обыщите бани очевидно куда-то вниз надо спускаться узнать как можно попасть в канализацию уже не актуально меня не должны узнать накину капюшона тоннеле тут глубокие элдерман нашел убежище где-то под линкольном тут в чем прикол игр прикол в том что даже если ты будешь в капюшоне здесь здесь определенно запретная территория и несмотря на то что в капюшоне тебя все равно запалят а чё там руки грибы я кстати давно грибов не встречал лисички я бы не стал есть лисички в канализации из канализации он правильно хоть идем так кости нападут как только увидят ой похеру нет только не убивай на дорогах все больше мерсийцев отсюда до полин кроха отлить негде чтобы не нарваться на их вымогательства возить товар по-тихому теперь все труднее и легче уже не станет но это лучше чем платить мы не склонимся перед королем мерсии с нас хватит ну куда-то признать а то кто такой вояка хорошо вояк погреб пизделей я знаю как вы ножом в печень натыкиваете спасибо нет где еще наверх вы лад короче длинный лук какой-то мы получили куда нам 61 метр наверх давай валим отсюда его а вон и не смысле отстань ого ты с прыжка так можешь сделать у меня такой навык есть так возьму нет стрелы не нужно это заблудился куда мне 61 метр наверх ты прыгни а а а а а а почему всегда получается на женщинах так делать а вот теперь лисички мне нужны и и заебал ты сверлить господи я иду а тогда где как бы мне тут разузнать куда идти то есть разбегу с прыжка получается какая-то сильная такая атака а вот и лисички так мы полезли наверх он мне показывает 76 метров наверх а вот проход ты ждут заберешься на заберется хорошо мне кажется его убили уже ревущий мег тело лежит без башки разжались из-за чего подсказок найдено разбойники схватились с господами для первых все кончилось скверно дальше где подсказки вижу плащ с изображением лебедя похоже элдерман проходил здесь какую сторону дальше куда кровь там он что-то ключ какой-то угли ever прости я думал что этот ключ нам что-то отопрет ну вот сюда чё-то ну это и есть этот ключ да его сюда выбросили чтобы никто не открыл для пожалуйста не зале не зависай мы сможем нырнуть да я знаю дверь которая так и ждет этот ключ я тоже жаль не до самого верха был бы эффект что-то 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 14 серебряных монет мы с тобой получили его здесь заперли правильно я понимаю так записка новое предложение орви к нам обратился некий сакс не пожелавший называть свое имя просят провести его по канализации до боллингборка сумма значительная и это наталкивает на меня на мысль что при себе у него будет что-то очень ценное не предназначенное для чужих глаз прежде чем принимать предложение выясни что это если потребуется поднимать цену если сакс откажется платить убей его лусья некий знатный сакс заплатил разбойникам чтобы пройти через туннели ведущий замок боллингброк и мерсийцы заплатили разбойникам за молчание и возможность пройти через пещеры разбойники решили напасть на мерсийцев но те перебили обманщиков схватки с элдермена сорвали плащ но он скрылся и отправился на восток в боллингброк наверняка я уж туда изначально и выр пошел боллингброк знакомо 300 метров значит все рядышком хорошо неплохо я тоже я тоже так думаю а нет разве кобра нахуй кобру толку от нее 0 ступи 150 поехали мне кажется 500 метров до этого боллингброка поскачем по прямой полный боезапас тут ну что что случилось укусили да ну не его тихо почему-то я так и почему-то я так и думал бля все это мне до боли напомнила rdr тихо едешь говорит помогите спасите не могу ну ваш бесчестный разбойник это не разбойники долбоеба какие-то вот прикинь дать действительно были такие разбойники значит они прикинулись что нужна помощь напали а он их всех один разъебал ну наверное они знали на чё идут все-таки живой да по идее должен быть а мы сейчас назад вернемся и скажут лучше накину капюшон что ты видишь ой как прям туда надо ну типа через башню можно пройти здесь лучше не шуметь но я через башню не хочу мы поближе а поближе к замку блять там эти ворота не ворота бревна пока по которым почему-то и вор не умеет лазить ну спрыг но спрыг спрыгни красавчик тихо тихо пацаны нет для бля там нужно будет отстрелить эти ключ нужен это серьезный где мне угли искать вот он ключ все нашел ключ быстрая операция по изъятию самое главное что в меня не стреляли ничего тебе не получится звонарь значит открываем замок заходим внутрь значит дальше нам нужно у ёпты а я тут не залезу придется как назад обходить от все дело ну ладно по крайней мере у нас есть ты точно тут не залезь мне кажется тут не огонь вот тебе огонь бежим тут по идее к ценду на а муж и нет ну давай ладно этих я разнесу убиваю как будто здоровый здание короче тихо 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 так умереть то недолго тише тихо тихо лоб главный от него избавиться остались си хрен этих этот паре раз легко у того сильная так из Иди сюда. Какие ещё луки? Вы чё? Давай, нападай. А ты почему не горишь-то? Горит. Бля, я тоже горю. А чё тут всё загорелось-то? Наверх? Наверх? Ну, там пусть стреляют, ладно, я не против. Я на верном пути. Замок охраняют. Ага. Тут вот записка какая. Свиток с печатью лебедя. Моему юному лебедю. Мы с радостью пребываем среди холмов Линкольн-Шира. Здесь, в богатых землях... Чего? Чего? Кто там? О, книгу знаний. Там, сюда. Отлично. Опять какие-то... Гальвина. Ну-ка, чё там? Вот так, господин. Всё готово. Приступим к купанию. Он мёртвый, наверное. Эй, кто здесь? Приветствую. Ты пришёл, чтобы воздать должное Элдермену? Да, он умер. Мухи эти полетают. Твой Элдермен давно не в силах поддержать беседу. И всё же рядом с ним хорошо. Мне приказали омыть и подготовить его тело. Для чего? Кто приказал? Стражники. Они привели его сюда против его воли. Я заботилась о нём как могла, пока он не ушёл. Должен знать, что и с его отцом, почему смерть с крылья. Здесь я уже всё видел. Хунвальд имеет право узнать о судьбе своего отца. Он должен вступить в наследство и заслужить право самому стать Элдерменом. Думаю, да. В своё время. Какое своё время? Нет, сейчас. Стражники передали мне его. И велели держать язык за зубами. Пока не придёт время. Я спросила, почему и меня ударили. И меня ударили. И меня ударили. Я видел всё, что нужно, но Хунвальд нет. Ясно. Осмотри вещи лорда, но не знаю, сойдёт ли что-нибудь за доказательства. Я поищу. Записка там какая-то была. Найдите доказательства. А ты чё отвернулся-то? Я не знаю, что это. И не хочу узнать. Да, и я. Очень странно. Порошок из сушёных трав и ягод. Подготовка к погребению заняла больше времени, чем обычно. Мой господин должен хорошо выиграть во время обрядов. Грязная одежда и брошь. Она не знак дома яростного лебедя. Можно возвращаться. Я вернусь в Линкольн и отдам брошь Хунвальду. Надеюсь, эта весть не сломит его. Дневник Гальвины. Его оставили здесь слабого и хрупкого. Я тащила его за руки. Ноги волочились сзади. Потом я уронила его, и он глухо ударился о пол. Нельзя так обращаться с Элдерманом. Нельзя, нельзя. Но здесь ему будет лучше всего. Мне хорошо, когда лорд Хунберт рядом. Я окружу его нежностью. Он этого заслуживает. Ты гибанутая, мать, я тебе отвечаю. И свитка о прошлом короле. Это типа следующие короли, да? Ой, следующие, предыдущие короли. 42 метра, ладно. Не особо интересно. Перемещаемся сюда. И как раз таки расскажем. Теперь уж пора заканчивать. Так-то. Чуть прям увлекся. А если увлекся, значит, соответственно, что правильно? теряя была интересная. Будет плохо. Ну, тут хоть по-быстрому смогу пробежать. Раз и все, и внутри. Не надо никаких алкашей нанимать, никого. Сейчас отвечаю. Сейчас мы не найдем его. Сейчас будем еще бегать, потом в следующую серию искать, где пацан. А нет, здесь. Эйвор, ну что? Твой отец умер. Что? Как? Смертью. Прошь знак дома Хунтбёрта. Я нашел ее у его тела. Нет. Нет, не может быть. Он сильный. Он опоры Линкольншира. Он не мог умереть. О, бедный мальчик. Мне очень-очень жаль. Я мужчина, Аха. Слышишь меня? Я мужчина и сын своего отца. Помни об этом. Ну да. Скажи, где место. Спокойней. Тебя подло обманули. Элдерман умер уже давно. Это было видно по его телу. Ну подумай. Кто-то из вас знает больше, чем говорит. Пытать будем. Прости, Хунвальд. Еще до того, как твой отец исчез, я позвала священника собровать его. Что? Я не сказала раньше, потому что надеялась, что его спасет чудо. Ты солгала! Пустоголовый плакса. Когда же ты повзрослеешь? Вообще да. Тоже пощади эту женщину. Ей не следовало молчать. Ее долг был рассказать право. А ты знаешь... Мы знаем, кто ты такой. Ты давай тут нам зубы не заговаривай, тварь. Теперь станет Элдерманом. Лучше бы этим широм правили Даны. Пусть новый Элдерман выберет король Кёльвульф. Вот так. Вам нужен новый Элдерман. И принять решение должен король Кёльвульф. Хоть раз мы поняли друг друга, Эйвор. Тен и Шира созовут всеобщий совет и на нем выберут Элдермена. А их решение затем утвердит король. И кто входит в этот ваш совет? Знатные люди, лорды. Мы собираемся, чтобы управлять делами Шира. Я давно собирался созвать всех на совет. Но из-за неприятностей в Линкольне и набегов разбойников нам было не до того. Есть сходные обычаи. Я не доверяю никому в этом Шире. Будет ли в безопасности? Вот так. Хунвальд основной претендент. Я не доверяю вам и близко к нему не подпущу. Правильно. Я буду защищать его, пока вы не созовете совет Шира. Поступай, как сочтешь нужным. Но мальчику никто не желает зла. Да-да-да. Угу. Кто, кроме Хунвальда, хотел бы занять должность Элдермена? Эйвор, глаза закатываются. Я знаюсь, я хотел бы предложить себя самого. Под моим надзором в Шире, наконец, воцарился мир. Я тоже претендую. Мой род издревле связан с этой землей. И я могу с гордостью сказать, что подружился с данными Севера. А мне что, выбирать из вас надо? Хорошо. Священники оповестят людей. Совет соберется через пару дней. Заходи ко мне, Эйвор. У меня для тебя кое-что есть. Тебе должно понравиться. Добро. Я найду время. Ну. Эйвор, мы можем поговорить? Как христианин с язычником? Я сожалею, что был столь груб с тобой раньше. Мне стоило проявить доброту и любовь, как велит нам Бог. Любовь трудно подчинить своей воле. Ты прав. В любом случае, спасибо, что развеял эту тайну. Надеюсь, ты придешь на совет. Приду, приду. Ебал тебя найдеру. Смерть Хунберта больше не тайна. И враги Хунвальда оживятся. Я должен найти его первым. Хорошо. Я пошла его утешать. Последую за ней. Хорошо, добро. Но... А, я же взял книжку. Я даже не посмотрел, что-то. Это какая? Ты? Понятно. Я еще такой не стрелял. Ладно, давай тогда на этом на сегодня закончим. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки и оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok